Я прекрасно помню, когда мы встречали 22-й год, мы произносили такой тост. Он вполне сбылся. В будущем году в Иерусалиме, Булдве, Париже, Бостоне, Праге, Риге, а еще через пару лет в Москве. Первая половина его сбылась, да. Я очень надеюсь, что однажды сбудется и вторая. Очень хотел бы вернуться в страну, в которой мне будет жить а. не страшно, б. не стыдно. Расскажите о себе. Андрей Десницкий в Москве занимался библейской филологией, работал в Институте Востоковедения Академии Наук. Сейчас не очень понимаю, чем занимаюсь. Ищу какое-то новое место в жизни. Как прошел ваш день 24 февраля 2022 года? Мы были с женой в Ереване. Так совпало, что хотели съездить туда, ну, просто посмотреть на страну. Жена к тому же хотела привиться к Файзерам. И в этот же день мы должны были возвращаться в Москву. Естественно, предшествующие несколько дней мы постоянно смотрели новости. Вот я проснулся первым в этот день, увидел в новостях то, что происходит. И дальше у нас было такое недоуменное состояние. Что нам делать дальше? То есть вот какой-то абсурд. Да, наверное, мы из очень небольшого числа людей, которые 24 февраля вернулись в Москву, была мысль, а может быть не возвращаться, может еще куда-то поехать. Но с собой было 300 долларов наличными. Российские карточки, которые очень скоро превратились в тыкву. Поэтому это было бы ошибочным решением. И что интересно, мы должны были лететь вечером обратно. А на день мы заказали экскурсию заранее. Была очень хорошая экскурсия. Прекрасный был экскурсовод. Его звали Галуст, и он был довольно печален. Но мы были просто в шоке. Он был печален. И я его спросил, Галуст, а почему вас это беспокоит? Он говорит, никто сюда больше из России не поедет. Я ему написал потом, через пару дней, ну что, Галуст, поехали. Он сказал, да уж. Это была очень странная экскурсия. Она была хорошая. То есть мы смотрели там остатки виноделия, еще первобытных времен монастырей. Любовались видами. Горой Рарат издалека, конечно, подъехать не было невозможно. Она на турецкой территории. И одновременно вот это ощущение, что мир, в котором мы живем, рухнул. Я нашел в интернете, естественно, мы смотрели постоянно петицию, составленную научными сотрудниками и научными журналистами. Подписал ее, в общем-то, прекрасно понимая, что этим я сильно осложняю себя жизнь Российской Федерации. И вечером мы улетели в Москву. Самолет задержали. Естественно, он теперь облетал зону боевых действий. Но он был, и мы вернулись. Еще было забавно в аэропорту. Девушка в Дети Фри, ну как же, улетает без армянского коньяката. Девушка в Дети Фри нам сообщила с удивлением, что за один рубль дают в два раза меньше драмов, чем давали еще этим же утром. И сказала нам, ну ничего, это все ненадолго. Очень скоро все наладится и будет, как прежде. Она так думала, мы прекрасно понимали, что уже не наладится. Стала ли война неожиданностью? Конечно, это был шок. Но я не скажу, что это была неожиданность. Потому что, в общем, было понятно, что к этому идет. После заседания Совбеза 22 февраля уже. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Нужно было быть очень наивным человеком, чтобы не понимать того, что произойдет. Для меня вот таким рубежным сообщением, вот когда я понял, что будет, стало сообщение о разворачивании полевого госпиталя на границе с Украиной. То есть до этого были еще какие-то шансы, что это демонстрация, что это учение, что это то да все. Но когда появились снимки спутниковые, госпиталы полностью развернуты, это было где-то недели за две. То стало понятно, что готовится принимать раненых, а в каком случае их могут принимать. Поэтому неожиданностью нет. Естественно, Надежда умирает последней. В общем, еще утром 24-го, проснувшись, открывая новости, в общем-то уже понимая, что я в этих новостях увижу, я еще немножко надеялся, что я этого не увижу, или, может быть, увижу что-то маленькое, небольшое. Но неожиданностей не было. И я прекрасно помню, когда мы встречали 22-й год, мы встречали дома со своими, с семьей. Но были и дружеские вечеринки перед этим. Мы произносили такой тост. Он вполне сбылся. В будущем году в Иерусалиме, Булдве, Париже, Бостоне, Праге, Риге, а еще через пару лет в Москве. Вот такой тост мы поднимали на новый 22-й год. Первая половина его сбылась. Я очень надеюсь, что однажды сбудется и вторая. Как изменилась ваша жизнь после начала войны? Жизнь изменилась не очень быстро, но очень сильно. Проще сказать, что прежняя жизнь исчезла. Мы с супругой как-то вот уезжали, возвращались. Вот такое было промежуточное состояние. В начале сентября я и в начале октября она. Мы уехали из России уже так, чтобы не возвращаться. Естественно, нам за 50. Естественно, что все привязано было к жизни в России. Там родные и близкие. Ну, впрочем, часть наших детей уехала. Не только детей, но и друзей, родных. Но часть осталась. Естественно, что все было связано с работами. Я проработал почти 30 лет в институте Востоковедния Российской Академии. Но как-то прекрасное место. Одна из вещей, о которых я очень жалею, о том, что эту работу пришлось оставить. Здесь жена работала в школе, в великолепной московской школе, где все было очень хорошо. Но ей, конечно, помогли немножечко сделать этот выбор, потому что один из родителей написал донос, что она якобы ведет антивоенную пропаганду. Она не вела антивоенной пропагандой, просто потому что на уроках надо заниматься учебным предметом, а не своими воззрениями на происходящее. Но, в общем, адвокат сказал, что неделя у тебя есть. А через неделю ты либо сядешь, либо тебя здесь не будет. Вы получили предложение из Литвы о работе? Да, я получил тогда, когда я уехал. Я уехал в Литву, потому что получил предложение работать в Вильнюсском университете. И около года действительно там проработал. Если бы вам не предложили работу в Литве, вы бы уехали из России? Я думаю, что да, я уехал бы все равно. Просто когда возникла такая прекрасная возможность, а мне действительно она до сих пор кажется прекрасной, то решиться было легко. Если бы ее не было уезжать, в никуда, в неизвестность было бы намного сложнее. Но я думаю, что да. Я не знаю, был ли я прав, когда я понял, что мне просто душно. Я чувствую, что давит со всех сторон. У меня лично угроз прямых не было, хотя встретила соседка, сказала, ой, к вам приходили тут. Из ФСБ показывали удостоверение. Я сказал, что вы тут не живете на всякий случай. Спасибо большое, доброй женщине. Но это было как-то неконкретно. То есть если бы действительно хотели найти, то нашли бы, потому что я все-таки на территории России еще появлялся. А у жены все было гораздо круче, поэтому я думаю, что в любом случае пришлось бы уезжать. Я вот сейчас оглядываясь назад, думаю, что можно было прожить какую-то другую жизнь. Вот просто молчать. Причем не в 24 февраля замолчать. Замолчать гораздо раньше, лет на 5 пораньше. Просто тихо заниматься своим делом. И, возможно, это было бы лучшим решением. Но бессмысленно жалеть о том, что ты не выбрал. Я понимаю, что такой, какой я есть, я выбрал то, что я выбрал. Наверное, если бы я выбрал другой, я был бы просто другим человеком, а бессмысленно об этом человеке говорить. Его нет и никогда не было. В августе 2023 года Вильнюсский университет разорвал с вами контракт. По версии СМИ, это произошло из-за публикации, в которой вспомнили вашу давнюю статью, где вы настаивали, что захват СССР Балтийских стран был аннексией, а не оккупацией. Причина увольнения действительно была в этом. Ну, смотрите, есть в этой истории официальная версия. И, прежде всего, я должен сказать, что я очень благодарен Вильнюскому университету за то время, что я там проработал. Я встретил там прекрасных совершенно людей. У меня были очень хорошие отношения с коллегами. Я благодарен, безусловно, Литве как стране. Я полностью признаю право Литовской республики, как и любой другой страны, решать, кто будет работать, кто будет проживать на территории. Это вообще без вопросов. И у меня большое чувство благодарности по отношению к людям, по отношению к университету, по отношению к стране. Официальная причина, по которой контракт был сначала продлен, потом от продления было отменено, это выглядело так официально. Так вот, официальная причина – это нехватка студентов, потому что я работал на славянской кафедре, кафедре славянской филологии, и в этом году не набрали никого на русский язык. Я преподавал на русском языке, естественно, на литовский. Я не изучил за полгода так, чтобы на нем преподавать. Хотя учил, довольно старательно, мне очень нравился язык. Но это официальная причина, которая будет названа, если вы зададите вопрос руководству университета. Если вы любого человека спросите вот просто так, в частной беседе, почему Десницкий больше там не работает, вам назовут совершенно другую причину. Это действительно то, что нашли статью, о которой я вообще забыл. Была какая-то очень проходная такая статья, я довольно много писал, всякой публицистики. Далеко не вся она качественная, далеко не все из этого я готов повторить. Вот тот самый случай. А нашли статью 2012 года, где я предлагал какой-то вот... Давайте посмотрим по-другому на историю присоединения Прибалтики к СССР. Там тоже были свои проблемы, там тоже было плохо с демократией. Собственно, основное содержание этой статьи было в том, что Сталину удалось так легко присоединить Прибалтику, что было нарушением любых норм международного права. Это было ясно сказано в самом начале статьи. Нигде не оправдывал, нигде не отрицал. Но я говорил, что основная причина это недостаток демократии в этих трех республиках, и что, в общем, из этого надо извлечь определенные уроки. Я, конечно, думаю, что этого писать не следовало, но был мирный 2012 год, и мне казалось, что... Ну, это все дела давно минувших дней. Сейчас мы можем очень легко обсуждать это все. Выяснилось, что надо было говорить совершенно другие вещи. Надо было напоминать о Сталинском захвате, о том, что это преступление. И, может быть, вот если бы побольше таких вещей мы тогда говорили, мы все, я имею в виду, включая себя, может быть, прошла бы история немножко по другому пути, но уже не пошла. В общем, вытащили эту статью, и ее соответствующим образом подали, препарировали, то есть взяли только те цитаты, которые выставляли меня якобы сторонником сталинизма, да, ну, такого человека разве буду держать? Даже уже не особенно разбирались. А сейчас вы бы все же назвали это аннексией или оккупацией? Смотрите, слова – это слова, да, то есть если в странах Балтии, например, они предпочитают называть себя странами Балтии, а не Прибалтики, да, должны ли мы навязывать им слово Прибалтик и говорить, нет, а мы привыкли Прибалтикам, и так будем говорить. Это довольно глупо. Они предпочитают слово «оккупация». И давайте примем это слово просто вот из дань уважения к людям, которые от этого пострадали. Тем более, что «оккупация» это тоже вполне можно назвать. Я не думаю, что спор о том аннексия это или оккупация, он настолько принципиален. Для меня это была совершенно такая вот проходная статья, да, вот знаете, вот как там написал что-то в Фейсбуке, я там иногда писал какие-то СМИ, и тогда это было все совершенно нормально. К сожалению, сейчас все очень резко радикализовано, и люди ищут сигналы «свой-чужой», вот как самолет летит, подает сигнал «свой-чужой», если чуть-чуть сигнал отличается от стандартного, то «чужой» надо забивать. Вот сейчас, к сожалению, в поле информационном происходит такая же политика. Вот меня опознали жители Литвы. Не все, там была довольно разная реакция. Я очень дорожу, например, тем, что сказал про меня Томас Венцлова, в общем-то, наверное, самый известный литовец в современном мире. И он сказал очень добрые слова и подписался под ними. Но какая-то часть литовского общества опознала меня как чужого, и в условиях вот этого напряжения, в условиях, когда многие там ждут, что вот прямо завтра начнется война уже, собственно, на территории Литвы. Ну вот была такая реакция, которую я считаю неадекватной. Но еще раз говорю, я полностью признаю право и университета решать, с кем им устроить трудовые отношения, и Литовской республике решать, кого принимать на своей территории. Это их право, но вот нравится мне это или не нравится, они его осуществили. Как вы считаете, автор научной статьи имеет право не принимать во внимание контекст, в котором существуют исторические термины? Автор научной статьи, безусловно, должен принимать во внимание все научные факты. Бывают статьи научные, бывают статьи публицистические, где гораздо менее строгий уровень доказательности и терминологической точности, а бывают вообще случайные проговорки, оговорки в блогах. Сейчас есть такая тенденция, это касается меня, но это касается и многих других людей. Вытаскиваются цитаты, вот скажем, я довольно активно вел Фейсбук, сейчас уже гораздо меньше. Как ты думаешь, зачем это нужно, если это все просто потом через 15 лет растаскивается на цитаты? Так вот, если я писал там Фейсбук 2-3 раза в день, то представь себе, за 15 лет сколько тысяч постов? Из них всегда можно надергать 10-15 цитат, которые будут доказывать все, что угодно, что я там расист, сексист, не знаю, империалист, сталинист, да, вот взять кусочек, выпилить и сказать, вот что он говорил. Это его мнение, да, но это просто некоторая нелепость, потому что мнение человека складывается, обрисовывается всей совокупностью его высказываний, а не цитаты из там одной тысячной доли того, что он сказал. Недавно вы выступали в Черногории с лекцией о происхождении термина «русский мир». Как вы считаете, есть ли связь между концепцией «Москва-третий Рим» с лавянофилами 19 века и нынешней путинско-дугинской идеологией? Концепция русского мира, она совершенно не новая, да, она как раз лавянофильская. Даже выходила газета под названием «Русский мир» в 1870-е годы, ежедневная газета, то есть каждый день публиковали материалы. Это вполне себе лавянофильская концепция, суть ее, она заключается в том, что вот это какая-то особая цивилизация, да, вот нынешняя кремлевская власть, она просто взяла полностью у лавянофилов, там ничего своего не добавили, только приспособили к текущим политическим нуждам. Что касается концепции «Москва-третий Рим», это немножко другое, это связанные довольно близкие вещи, но «Москва-третий Рим» — это такая скорее официальная идеологема, которая появляется в царствовании Василия Третьего, потом становится все более популярной, но это вот то, что пишет у себя на лбу царская власть. Вот почему мы такие, да, Иван IV, он же Иван Грозный, например, шведскому королю Юхану писал «Мы от Августа Октавиана свой рот ведем». Он считал себя потомком первого римского императора. Звучит немножко смешно, понятно, что это натянутое абсолютно происхождение, но для него это было крайне важно, то есть я не просто так вот вышел, даже Рюрик — это недостаточно, потому что Рюрик кто такой? Ну, собственно, викинг, который захватил власть, да, а вот я потомок римских императоров, и моя держава — это потомство Рима, да, а никак иначе. Потом Петр I точно так же эту идею выдвигал, хотя, казалось бы, он с Иваном Грозным совершенно не схож во всех внешних вещах, да, но Петр же строил новый Рим, в конце концов. Он подражал, конечно, больше всего Северной Европе, но само слово «империя», которое он взял, все эти его имперские учреждения, «сенат», «синод» и прочее, да, это все имперские слова, и в конце концов титул «патр», «патрия», «отец Отечества», да, которые он себе усвоил, все это совершенно римские вещи, то есть это, кстати, подчеркивает, что Россия все-таки часть западной цивилизации. Вот, казалось бы, чего проще сказать, мы наследники Чингисхана, тем более, если на карту посмотреть империя Чингисхана и Российская империя, там совпадения будут колоссальные, и всего остального тоже достаточно. Но нет, никто никогда не говорил официально, вот Российская империя — это третья или там вторая монгольская империя, да, все говорили исключительно, что это третий Рим. То есть, с одной стороны, это такая идеологическая, что ли, идеологический способ объяснить, почему мы существуем, почему мы такие великие и прекрасные, а с другой стороны, это очень ясная претензия «мы часть Европы», потому что вообще вот Рим — это то, к чему Европа возвращается. Посмотреть на Геральдику, на гербы, например, Французская республика, там вот эти вот связки прутьев с топориками, которые ликторы носили, да, а, например, Германия, Федеративная республика — это орел, США — это тоже орел, орел — это же римский герб. То есть, даже вот на уровне Геральдики, мы с вами говорим, в Черногории двуглавый орел, который присутствует на черногорском гербе, да, и на албанском, и на сербском, это византийский, то есть римский символ, римская империя, поделенная на две части, восточная и западная. Поэтому всякая империя, государство, даже небольшая республика вроде Черногории, которая опирается на римское наследие в своей символике, в своей риторике, безусловно, говорит «я Европа, мы европейцы». Почему Россия все время ищет особый путь? Вот это как раз русский мир. Особый путь — это идеология русского мира, она не тождественна Третьему Риму, потому что Третья Рим — это что, значит, тут был первый итальянский, потом второй Константинополь на Босфоре, да, а теперь мы третий, но мы продолжаем ту же самую линию. А идеология русского мира — это мы совершенно что-то особое, мы не вот этот Запад, причем, ну, понятно, что мы не Восток, никому никогда не придет в голову в России объяснять, что Россия — это не Китай, да, ну, потому что очевидно не Китай во всех смыслах. А вот объяснить, что мы не Европа, об этом очень хорошо Дмитрий Травин писал и продолжает писать о том, в чем это своеобразие России, у него есть, в частности, замечательная идея, я с ней полностью согласен, что само понятие особого пути, оно вообще-то заимствовано, «зондахвек» — это немецкое понятие XIX века, вот когда Германия раздроблена, Германия ощущает себя отсталой, там французы, англичане построили уже колониальные империи, вырвались вперед в экономике, во всем, в государственном строительстве, там Германия несравнима с ними. А у нас особый путь, у нас «зондахвек», они там все меркантильные, они там все империалисты жадные, а мы нация философов, поэтов, музыкантов, мы вот, мы прыгаем не в длину, а в ширину, как сказал замечательно кто-то, уже не помню, кто из наших российских авторов, поскольку мы прыгаем в ширину, нельзя сравнивать наши прыжки с их прыжками, мы в своей ширине победители, да, и, собственно говоря, вот можно считать, что в значительной степени концепция русского мира — это концепция Deutschheit, немецкости, только перенесенная на российскую почву, в значительной степени вот из Германии туманной, как Пушкин писал, вместе с романтическими идеями, вместе с этим национальным строительством, и там, конечно, главное содержание этого русского мира — противопоставление его западному миру, как миру меркантильному, материалистическому, и не признающему ценность русского мира. Вот мы должны им доказать, и мы будем доказывать всеми силами. Естественно, это мнение тех, кто так считает, не мое. Что вы посоветуете людям, оставшимся в России, и не поддерживающим войну? У меня в России осталось много очень близких родных, и друзей, и дорогих мне людей. Я считаю, что уехав из страны, я полностью утратил право поучать их, советовать даже им что-то. Я очень надеюсь, что и они отнесутся ко мне соответствующим образом. Я сочувствую им, я ни одним словом не пытаюсь осудить или как-то сказать им, что вот как надо поступать. Сейчас все очень любят за других давать оценки и решать за других, как надо было поступить. Ни в коем случае. И надеюсь, что они дадут мне такое же право оставаться со своими решениями, принятыми лично для себя, и тоже будут сочувствовать мне. Я очень надеюсь на встречу. Не знаю, когда, как, с кем, но очень на нее надеюсь. При каких условиях вы готовы вернуться? Я очень хотел бы вернуться в страну, в которой мне будет жить, а, не страшно, б, не стыдно. Что ждет Россию? Вы знаете, предсказывать, что будет с нами, совершенно невозможно. Давайте мысленно вернемся на 5 лет назад. И нам бы кто-то рассказал про пандемию коронавируса, вот про все то, что происходит. Мы бы просто рассмеялись, мы сказали, этого не может быть, это чушь, то, что ты говоришь, да? Я абсолютно уверен, что человек, который нам предскажет, что будет через 5 лет с нами, вот сейчас, в декабре 2023 года, вызовет у нас такой же смех, мы скажем, это чушь, этого не может быть. Но мы просто не знаем, кто из безумцев окажется пророком. Поэтому я не знаю, что будет через год, через 5, через 10. Единственное, что я глубоко убежден, что русская культура, а для меня родина, прежде всего, русская культура, это не территория, это не государство, это не какое-то количество березок, матрешек, балалайок, чего-то еще, это культура, язык, история, вот то, во что я погружен, то, что уже часть меня никуда не денется. Так вот, я глубоко убежден в том, что русская культура, это часть общеевропейской культуры, как и любая европейская культура, она особенная, она не похожа на все остальные, да, но разделяет с ними невероятно много общего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова